Возвращаемся к нашей теме. То, на чем мы остановились, одна из проблем конфликтов, это ожидаемое поведение от других людей. Если это поведение не соответствует нашим ожиданиям, то есть человек сказал мне нет, где я ожидал да, человек не улыбнулся, когда я ожидал, отвернулся, человек как-то повел себя не так, то есть нас это огорчает. Решение, которое я вам предложил, оно кажется очень простым, ребята, кажется абсолютно простым. И я верю, что это не просто, знаете, какая-то психологическая установка, это библейский принцип. Дать людям свободу быть такими, какими они хотят быть. На самом деле это кажется очень, кому это показалось сложным вообще, вот такое определение. Но в жизни, ребята, если вы попробуете это практиковать, вы увидите, как это невероятно трудно. Не огорчаться, когда люди поступают так, как вам, как вы, ну не то чтобы не хотели бы, чтобы они поступали, не то что они поступают плохо, они не поступают в соответствии с вашим ожиданием. То есть не соответствуют вашему шаблону. Допустим, как я говорил с Александром, я говорю, нужно к бабушке сказать, Александр говорит, ты знаешь, а я хочу съездить к тете, давно собирался, тоже нуждается человек в покаянии. Я могу тоже расстроиться, уже, конечно, меньше, но все равно могу расстроиться, потому что я-то ожидал, что он к бабушке пойдет. Понимаете? А если вдруг мы сталкиваемся с такой ситуацией, что это еще и как бы не совсем правильное решение с позиции духовной, так человек имеет право. Так же? То есть когда мы даем людям право быть такими, какими они выбирают быть, нам самим легче дышится. В связи с этим, у кого-то есть эти вопросы по этому второму пункту? Ожидание, несоответствие, разочарование. Всем понятно. Третий, вытекающий уже как бы из второго пункта, это так называемые конфликтные убеждения. То есть есть некоторые убеждения у нас, которые на самом деле являются причиной целого ряда конфликтных реакций. Что это за конфликтные убеждения? Их еще называют иррациональные убеждения. Есть рациональные, а есть иррациональные убеждения. То есть примеры таких иррациональных убеждений, которые часто, если это убеждение есть у меня, и оно неправильное, нерациональное, неразумное. Но это убеждение у меня есть. То есть оно автоматически будет запускать во мне конфликт. Допустим, такое убеждение. Все обязаны меня любить. По словам любить я могу расширенно дать понимание. Потому что по словам любить мы понимаем по-разному. Допустим, девушка воспринимает, что любить все должны нею восхищаться. Если нею не восхищаются, ее это обижает или оскорбляет. Мужчина, может быть, говорит, не надо мною восхищаться. Но я хочу, чтобы вы меня уважали, чтобы моему мнению прислушивались. Я хочу, чтобы все прислушивались к моему мнению. Я хочу, чтобы все меня уважали. Я хочу, чтобы все мною восхищались. Я хочу, чтобы меня все прощали. Я хочу, чтобы меня все понимали. Потому что если вдруг меня не понимают, меня это обижает и в итоге оскорбляет. Вызывает во мне негативную эмоцию, которая становится причиной конфликта. Опять меня никто не понимает здесь. Горечь и конфликт. Тихий конфликт, внешний конфликт, внутренний, уже не важно. Конфликт произошел, горечь появилось в сердце. Почему? Потому что человек внутри себя зашил такое убеждение, что меня все должны понимать. Все должны меня любить, уважать, прощать, ценить, поддерживать, помогать, прислушиваться к моему мнению, слушаться меня. Я же лидер, в конце концов. Допустим, я пастор или я начальник, все обязаны меня слушаться. Обязаны меня слушаться. Смотрите, в этом иррациональном убеждении хочу выделить две вещи. Все и должны. Все должны меня любить. То есть уважать, слушаться, восхищаться, понимать, сострадать. Все должны меня поддерживать. Если это убеждение во мне есть, всякий раз, когда я буду сталкиваться с чем-то противоречащим ему, это будет вызывать у меня огорчение и будет провоцировать меня на конфликт. Кстати, должны ли все меня любить? Может быть, кто-то из вас читал, есть такой удивительный небольшой рассказ, больше как новелла, написал ее Герман Гессе, называется Август. Если кто-то есть любители почитать, почитайте. Небольшая короткая новелла в виде сказки. Герман Гессе, это нобелевский лауреат, немец, интересный писатель, достаточно своеобразный. Но этот рассказ у него достаточно интересный. В нем описывается история жизни одного парня, которого в момент его рождения его мать познакомилась с одним старичком, который жил по соседству. А он как бы такой образ, как волшебника, что ли, был у этого старичка. И он сказал ей, что вот вечером, когда заиграет музыка в моем доме, ты должна загадать желание, что-то пожелать своему ребенку. И то, что ты пожелаешь, только что-то одно нужно загадать. Вот что ты загадаешь, это исполнится в его жизни. И вот она его пеленает, и открыто окно, и сад, и там домик этого старичка, и заиграла эта чудесная музыка, как будто бы ангелы запели. И она пеленает ребенка, и она вспомнила, что старик это сказал, что нужно загадать желание. Подумала сначала, что это какая-то ерунда, потом подумала, а вдруг и правда. Что бы я пожелала своему сыну? И она начинает думать, что же пожелать. Но только одно что-то, то есть богатство. Ну, классная вещь, да, богатство, достаток. Но она видела богатых и несчастливых людей. Пожелать здоровья. Видела здоровых и несчастливых. Пожелать власти. Что пожелать, знаете, и уже когда музыка заканчивается, последние нотки, и она, скажем, в такой растерянности, она не знает, что пожелать. А это ее единственный любимый сын. И уже в последние звуки этой мелодии она вдруг сказала, «Сынок, я желаю тебе, чтобы все тебя любили. Все всегда любили тебя». Знаете, когда я это прочитал, там еще такой есть небольшой накал в этом моменте, я подумал, вот молодец. Как классно. Что еще можно пожелать человеку? Так же? Деньги, власть, здоровье. Но когда тебя любят все и всегда, это делает человека счастливым. Правда же? Чтобы тебя все и всегда любили. И дальше вся история о том, как это стало проклятием этого парня. Как вот это пожелание, потому что его все и всегда любили. Ему все все прощали, ним все всегда восхищались. Что бы он ни делал, как бы он себя ни вел, ни его все равно все любили. Это стало страшным проклятием и, в принципе, довело его до самоубийства. Почитайте эту историю. Герман Гессе. Новелла называется «Август». Вот убеждение. Все должны меня любить, то есть понимать, поддерживать, уважать, прислушиваться. Это нормальное убеждение или нет? Если это ненормальное, то чем мы можем его заменить? Я уточню вопрос. Если вот такое определение в моем сознании «все должны меня любить», оно неправильно и провоцирует во мне конфликт. Какой конфликт во мне оно провоцирует? Когда я захожу, я вдруг чувствую, что, допустим, вот Саша меня не любит. Вот все улыбаются мне, Саша отворачивает голову. Я расстраиваюсь. Я говорю, Саня, я не понял, а что ты от меня лицо воротишь? Я что тут, какое-то не такое или что, да? Кстати, обратите внимание, человек с таким иррациональным убеждением, все улыбнутся ему. Но один человек не улыбнется, и он именно на нем свое внимание сосредоточит. Так же? Или, допустим, напомни, пожалуйста. Стас, да, Стас, допустим. Стас, понимаешь, в моей жизни там произошла такая ситуация, и я ищу понимание у Стаса. А Стас говорит, да ты сам виноват. Как это? Я к нему как бы за пониманием, типа, за утешением, а он мне сам говорит виноват. Ты же это сам как бы своими руками себе сплел. Все, я расстроился, не нужен мне этот Стас. Я пойду другого поищу, кто меня понимает. А меня понимает, значит, он скажет мне то, что я жду от него. Так же? Нежный холоши, ласковый и нежный зверь Стас. Я понял, к Стасу за утешением лучше не идти. У нас один утешитель, Дух Святой, слава Богу. Ну, а через Стаса он может утешить. Ну, очень своеобразно, наверное. По-своему, знаете, как каждая дудка, она по-своему играет. Если это неправильное убеждение, каким убеждением я могу заменить это иррациональное? Каким рациональным убеждением я могу заменить вот это иррациональное? Каким? Может, попытаться вам принять? Хорошо. Мне не надо, ваша любовь. Мне не надо, чтобы меня понимали. Это хорошо. Это молитва Франциска Осийского. Не ищи любви, а любить, не понимать, не понимать. Это прекрасно. Но все равно мы хотим, чтобы нас и понимали, и любили, и уважали. И эта потребность у нас есть. Я предлагаю вам такое рациональное убеждение. Люди не обязаны меня любить. Никто не обязан меня понимать. Всегда и все. Так же? Вот если я даю людям право относиться ко мне, скажем так, по-другому переформулирую. Люди имеют право относиться ко мне как угодно. Могу ли я дать вам право, допустим, я даю Саше право не восхищаться мною. То есть он имеет право. Оно немножко перекликается со вторым пунктом, когда мы ожидаем от человека некого поведения. Но я хочу определить именно то, что вот эти ожидания часто спровоцированы именно такими конфликтными убеждениями. Да, пожалуйста. А есть еще такая фраза, я слышала один пастырь, что мне никто ничего не должен. То есть мы должны законить, что нам никто ничего не должен, кроме мы. Взаимной любви. Не будьте должны никому ничего, кроме взаимной любви. Мы сами говорим, что мы должны. Да, да, конечно, конечно. То есть и любовь, хочу подчеркнуть, любовь это заповедь. Заповедь новую даю вам, любите друг друга. Понимаете? Но нельзя заставить любить. Стремиться. Смотрите, если я вместо вот этого убеждения, что все должны меня любить, понимать, поменяю себя, я скажу, люди имеют право относиться ко мне как угодно. Они имеют право не любить меня, имеют право меня не слушаться, не уважать. Могут не понять меня. Они люди. Я перестаю от них это требовать. Я не делаю их обязанными, это для меня. Мне же легче тогда, правда? То есть я как будто бы сам для себя наперед. То есть я ожидаю, допустим, что Стас поддержит меня в этой ситуации. Поэтому я подхожу, говорю, Стас, ты знаешь, мне так нужна твоя поддержка, потому что у меня такая ситуация сейчас кризисная. Стас говорит, так ты сам виноват, сам же ж на бокопорил. Я про себя думаю, ну Стас не обязан. Так же? То есть я думал, что он поддержит, допустим. Но он мне сказал, ну имеет право он на это, правда? Понимаете? То есть я себя таким образом могу защитить от вот этого конфликтного внутреннего состояния. Что я пришел к Стасу за утешением. В итоге он меня еще там наругал, к примеру. Меня это возмутило. Я наорал на Стаса. Стас наорал на меня. И лучше мне просто, да. А это не дает предпосылки, что человек второй раз уже к Стасу или к другому просто не подойдет к пониманию? Может дать предпосылки, если человек глуп. Потому что, допустим, помните, мы говорили, что любовь или мудрость, она беспристрастна. Допустим, в той ситуации, когда я ожидал от Стаса утешения, я его не получил. Это не значит, что Стас не способен быть, ну, Бог не может Стаса использовать как утешителя. Потому что я могу, как такой стереотип на Стаса навесить и сказать всем, к Стасу за утешением не идите. Не имеется в виду к Стасу, а даже к другим людям. А, может быть, конечно. Если я глуп, то да. А если у Бога, спасибо Богу, я буду в видеть к Стасу за утешением. Ну, это еще лучше. Это прекрасно. Да, это вообще замечательно. Это еще лучше. Я не могу не подходить к Стасу вообще. Но, вы знаете, смотрите, я верующий много лет. И я много лет и в служении, и в пасторском служении. Я вам хочу сказать, я не могу утверждать, что каждый свой поступок я вот так вот сверяю с Богом, как вот вы говорите. Прямо я молюсь, кому подойти. То есть, в жизни это красивая модель, но этого нет. То есть, мы многие вещи делаем, скажем так, да, интуитивно в какой-то мере. Потому что я почему-то к Стасу решил подойти. Может быть, Дух Святой подсказал мне, а может быть, и я ошибся. То есть, если Стас не дал мне утешения, может быть, я подошел ни в то время, ни к тому человеку. Так же? Но... Желание возникло выговориться в тот момент. Может быть и так. Понимаете? Но смотрите, если я даю право Стасу не утешить меня, он имеет право этого не сделать. Так же? Я себя самого защищаю от горечи и разочарования. Так же? То есть, допустим, такое иррациональное убеждение еще, к миру, что у меня все должно получаться хорошо. Потому что есть люди, которые, вот просто у них все должно быть идеально. Идеальная жена, идеальные дети, идеальная работа, идеальный заработок, идеальное служение. Вот у них все должно быть прекрасно. Все, что они делают, у них должно получаться хорошо. Это нормальное убеждение или нет? Отличное, говорит Витя. Оно столько с меня крови выпило, это убеждение. Но я не сдаю позиций. Я боюсь, я в воде. С этим убеждением? Это нормальное убеждение или нет? Вот скажите мне. Нет. Как нет? Что нужно жить спустя рукава, пускай будет как будет. Да, вот так нужно? Пойдет, пойдет. Хорошо, если это убеждение неправильное, какое правильное убеждение я могу внутри себя создать, которое поможет мне не огорчаться, когда у меня что-то получилось не очень хорошо. Не очень хорошо отработал, не очень хорошо заработал, не очень хорошо жена меня встретила, не очень послушные дети были сегодня, так же? Не очень прекрасное служение. Меня Стас не очень хорошо утешил, да? А Саша не очень хорошо послушался. Ну, не идеально произошло. Вот не идеально. Не идеально встретили, не идеально я поел. Вот есть люди, которые все хотят, чтобы было прямо вот идеально. Но не получается так. Каким? И они из этого огорчаются. И они теряют даже ту маленькую радость, которую из любой ситуации можно получить. Каким убеждением заменить вот это неправильное убеждение, что все должно быть прекрасно и хорошо? Ни с кем больше не общаться. Вообще ничего не делать. Уехать в лес. Уехать в лес. Стать интересным самому для себя. Нужно оставлять место, что может не получиться. Хорошо. Прекрасно. Спасибо. Допустим, я делаю себе такую поправочку внутри самого себя. Потому что это все, ребята, связано со мной самим, как мы говорили в начале. Конфликт, он не там. Конфликт, он здесь. Конфликт, он может быть спровоцирован обстоятельствами, но если я отреагировал, это значит, я был предрасположен. Допустим, у меня была такая прошивка, что все должно быть классно. Естественно, когда оно не стыкуется, меня это огорчает. Я расстраиваюсь и прочее. То есть, вот, к примеру, я меняю это, да, допустим. Ну, допустимо, что все будет не очень хорошо. К примеру, да. Вот я вот, все должно быть отлично. Меняю, что не все будет отлично. Все будет не так сильно хорошо, как я ожидаю. Это уже лучше. Но все равно, знаете, когда, допустим, допустим, Стас, к примеру, там, взял какой-то объект на работе, да, и он там прекрасно отработал. У него было ожидание получить там такие-то деньги, да, и что работа будет протекать вот так, и что вот это будет вот так. Оно пошло все, как бы, шиворот на выворот. В итоге все получилось не так, как он ожидал, и он про себя говорит. Знаете, так, как бы, такое, как самовнушение, знаете, так. Сидит Стас такой хмурый и говорит, аллилуйя, слава Богу, все пускай не так хорошо, но все равно это хорошо. И он пытается как-то себя из этого состояния уныния и огорчения вывести. В какое состояние? В состояние радости, к примеру, да. За все, и Господи, я так благодарю тебя за то, что мне не додали денег, и мне вытрепали все нервы. И меня все подвели, аллилуйя тебе, Господь. Знаете, я видел таких людей, и я сам пытался таким быть. У меня это не работает. Хотя это лучше, чем я буду роптать и говорить, ой, те плохие, да. Но все равно как-то радости нет, и огорчение остается. Потому что я не вижу смысла тогда. А представьте, что я себе вот такую, как бы, такую, как, такое вшиваю в себе, в сознание такое определение. Пускай не получилось. То есть главное, главное, то это не результат, а опыт, который я приобрел. Да? Ну, представьте, да, то есть я понял, я научился. Да, произошло не идеально. Но я многое чему научился в этой ситуации. Я понял что-то о людях, так же? Я что-то узнал о самом себе. Это не бессмысленно, что мне кинули, не дали денег, так же? В этом есть смысл, потому что опыт я какой-то приобрел. Правда? То есть, чтобы из этой ситуации хотя бы что-то извлечь полезное, что придаст смысл этому, как будто бы разрушительному событию. Как вы считаете? Нормально, если я вместо того, что у меня все должно быть идеально, могу себе дать такое, как бы, в сознании в своем построить такую парадигму, что даже когда у меня ничего не получилось, что я ожидал, все равно это классно, потому что я очень многому научился. Я стал сильнее, я стал лучше, я многое чего узнал о себе, я многое чему научился. Как вы считаете? Как вы считаете? Можно сказать? Да. Если дать определение, то получается, ошибка это не поражение, а это урок на путь самосовершенствования. Отлично. Кто-то сказал, кстати, насчет жизненного опыта, он говорит, что самый лучший учитель, это жизненный опыт. Берет он, конечно, дорого, но объясняет доходчиво. Пожалуйста. У меня вот вопрос, когда с завидом с его людьми, которых он посылал, когда он на царство зашел, потому что сын одного из своего, по-моему, он посылал, а он взял их острих там кому-то посылал. Да, да, да. Он уже пошел, что потом сделал. В смысле? Он же пошел отомстить туда. Ну, там пошел отомстил. Он не сказал так. Это не выкинул, что больше не поведение. Смотрите, смотрите, Библия, смотрите, Библия многие вещи, Библия многие вещи говорит о своих героях, не обязательно, что то, что он сделал, это было воля Божья. Но он это сделал. Но как он должен был сделать, я не знаю. Но это не факт, что он сделал то, что хотел Бог. Может быть, ему нужно было отреагировать вот так и сказать. Но мы не можем это сравнить, потому что там другая ситуация, да, и другие принципы, все-таки Ветхий Завет. Я думаю, что в таких ситуациях, как бы, вот, да, что-то душа требует отмщения. А, ну... Естественно, он так и поступил. Душа требует отмщения. Ну, попробуй. Знаете, если бы оно работало, да, ты пошел там, отмстил и все заработало. Ну, так порой это не решает вопрос. То есть... Так что... Смотрите, о чем мы говорим сейчас. Я сказал вам с самого начала, что вопрос конфликта очень сложный. И моя задача вот в этом семинаре не просто научить вас, да. Это просто некие направляющие. Как вы их будете применять? Может быть, вы что-то свое найдете. Просто идея в том, что после этого семинара я хочу, чтобы у вас запустился процесс осознавания этой проблемы. Может быть, вы что-то найдете. Я делюсь тем, что я прочитал или увидел, или что я понял. То, что мне помогает. Потому что я достаточно тоже конфликтный человек. И жизнь у меня такая была, и детство у меня такое было, и юность у меня такая была. И отмстить – это девиз. Всегда был по жизни. То есть, я старался никогда никому не уступать, и отставить позицию, и за все всегда бороться до крови, и до последней. То есть, но последние годы, как я говорил, я понял, что что-то не так. Что-то не так. И, то есть, я начал пытаться разобраться с этим. Это то, что я понял на сегодняшний день. И не считаю этот материал совершенным, и что тут все ответы. Просто, чтобы вы запустили процесс поиска. Потому что нельзя жить в конфликте. Нельзя жить в этом напряге. То есть, это не соответствует. Как вы думаете, если меньше конфликтов, это значит больше мудрости у человека? Я думаю, да. Сто процентов. Сто процентов. Выйти из всех ситуаций? А мудрый человек, он предвидит конфликт. Он его не допускает. Как говорится, что самая успешная война – это война, которой не было вообще. Есть такое определение. Но если уже ты попал в конфликт, то мудрый человек, он выйдет из конфликта с наименьшим поражением. Как для себя, так и для оппонента. Глупый человек, он будет идти до конца. Помните, мудрый видит беду и уклоняется. А глупый идет вперед, понимая, что это беда. Что это плохо. Он все равно идет вперед и наказывается. Порой мы действительно глупы. И мы понимаем, что это неправильно. И что это не Бог. И что это не то, и что это не то состояние. А мы все равно идем. И мы знаем, что мы идем, и будет еще хуже. Но все равно идем. Все равно добиваемся до конца. И потом просто зализываем в сами себе раны. В лучшем случае. Вернее, в лучшем случае друг другу. А в худшем – сами себе. Мы с вами говорили о том, что причиной конфликтов, как основанием для конфликтов, являются такие иррациональные убеждения. Конфликтные убеждения. Все должны любить. Все должны понимать. Я всегда во всем должен быть успешен. Если вдруг я почему-то не успешен, у меня конфликт, у меня паника. Я расстроен. Я огорчен. Все не такие. Все не такое. Страна не такая. Люди не такие. Есть еще такое убеждение. Больше к христианскому миру. Я все должен понимать. Или мне должно быть все открыто. Я сейчас объясню. Это из моего личного опыта. У меня был товарищ, очень хороший мой друг. На определенном этапе, в середине 90-х, больше к 2000-м годам, в церкви начали появляться многие интересные, необычные вещи. В середине 90-х, 96-й год, наверное, 97-й, начало активно в церквях появляться такие, называло торонтовское пробуждение, торонтовское движение. Кто-то помнит это время? Были вы тогда, да? Валентин он помнит. То есть необычное проявление Божьего присутствия в церкви. Люди могли плакать, смеяться, падать, еще что-то. Раньше такого не было. Люди такого не знали. Такое было, когда бесы проявлялись или что-то еще. И поэтому многие люди были достаточно насторожены. Они не понимали этого. Потом появилось мессианское движение. В церквях начали возрождать какие-то элементы еврейской традиции, какие-то еврейские праздники, еще что-то. И многие люди тоже не понимали это. Многие были против. И до сих пор некоторые церкви не понимают вообще мессианской идеи. Слава Богу, что наша церковь мы с самого начала вообще в мессианской теме. С самых первых дней ее. И вот у меня был товарищ, который этого всего не понимал. Вот допустим, мы стоим на служении, мы с ним дружили. Он для меня был важным в моей жизни человеком. И вот я стою рядом с ним на служении, что-то происходит, и я чувствую от него такой скептиз. Что бы я ему ни говорил или показал, он говорит, да, я не уверен, что это от Бога вообще. Или что-то еще, знаете. Как бы, и каждый раз он говорил, ты знаешь, мне не открыто. Мне не открыто это, мне не открыто это. И это довело, как бы, пришло к такой форме, что я однажды стоял возле него на служении. Мне просто тяжело было рядом с ним стоять. Потому что я понимал, что он это не принимает. Не принимает происходящее, потому что ему не открыто это. Вы знаете, я решил, если я хочу поклоняться, если я хочу как-то что-то, чтобы было нормально, мне надо просто пересесть в другое место. Потому что рядом с ним мне было очень тяжело. И на определенный момент мы даже, ну, как это я разделил с ним свою духовную жизнь, потому что было просто невозможно. А он это не принимал. Занимал какую-то такую отторгающую позицию. Почему? Мне это не открыто, я это не понимаю. И однажды, я помню перелом, тоже было какое-то служение. И мы что-то стояли, я тоже как-то стоял рядом с ним, о чем-то мы говорили. И он говорит, да мне это не открыто. Ну, как бы обычно, как бы свою такую форму. И я думаю, ну ладно, чем я могу помочь. И мы стоим, и потом его друг, он так, знаете, вот стоит и говорит, в конце концов, да что, мне все должно быть открыто, что ли? И в этот момент я просто почувствовал, фу, ушел этот напряг. Как бы спало напряжение, да? Это не значит, что он пустился в пляс и начал там делать то, чего он не понимает, но ушел напряг. Его собственное напряжение ушло. С таких простых слов. Да что в конце концов, что я типа сильный такой пуп земли, что мне прямо все должно быть открыто? Ну, не понимаю я пока. Ну, не понимаю, ну, не страшно, понимаете? Вот есть люди, которые вот прямо вот все им лично Бог должен открыть. И пока им лично Бог это не откроет, они это отторгают. Понимаете? Не понимать и не принимать, это две разные вещи, да? Если я что-то не понимаю, я в этом не буду участвовать. Но я не занимаю позицию, что я прямо это отторгаю, потому что мне не открыто. Допустим, если вы сейчас пуститесь в пляс, но мне не будет такого, у меня желания не будет, я не пойду плясать. Но это не значит, что я прямо не принимаю это, да? Или наоборот. Если я сейчас пущусь в пляс, а вы не запляшете, это не значит, что вы неправильны. Понимаете, да? Кстати, это, ну, очень многие снимают напряги. И об этом, допустим, Павел говорит. Если кто что не так думает, то Бог ему откроет, так же? Снимает, снялся это напряжение кому-то что-то доказать, кого-то в чем-то переубедить, самого себя, да? Если я говорю, Господь, если я что-то не понимаю, может быть, я не прав. Но я знаю, ты меня откроешь. Так же? Это избавляет меня от некого такого религиозного напряга. Это тоже, я думаю, полезно. Есть какие-то вопросы? Хорошо. Следующая проблема. Что-то, что может стать основанием для конфликтов сердца. Это достаточно интересная вещь, и звучит она так. Избыточная важность. Вчера, в начале семинара, кто-то из сестер задал такой вопрос вскользь. Но это очень важный вопрос. Кто-то спросил, почему, допустим, когда, к примеру, это делает Стас, меня это как бы не цепляет. А когда это делает Саша, меня это задевает. Одно и то же. Бывает такое, да? Почему, к примеру, одна и та же вещь где-то меня цепляет, а где-то для меня не цепляет? Бывает такое или нет? Ну, допустим, к примеру, ну, допустим, я пастыр Стаса, а Саша пастыр с другой церкви, да? И пастыр другой церкви подходит к Стасу и говорит, ты знаешь, Стас, мне кажется, что ты вообще неправ, и ты как-то что-то неправильно делаешь. Стас про себя может подумать, кто он такой, чтобы он мог меня обличать или учить, так же? Он, в конце концов, не мой пастырь, так же? Вот если бы Эдвин ко мне подошел, и он бы это мне сказал, меня бы это затронуло, так же? Получается, что одна и та же вещь, услышанная нами от разных людей, по-разному воспринимается. Или одно и то же событие, допустим, по-разному нами воспринимаемое, по-разному на нас влияет. Допустим, если, к примеру, если для меня огромное значение имеет, допустим, телефон, огромное значение имеет, он для меня очень важный, и я уронил его, не дай бог, и разбил, и у меня прямо катастрофа. То, допустим, если для Стаса телефон не имеет особой ценности, и он смотрит на меня и думает, что это Эдвин так расстроился, что он плачет, горюет, подумаешь, телефон разбил, какая ерунда. Потому что у нас разное осознание важности телефона, понимаете? Для нас разное осознание важности авторитета, для нас разное осознание важности событий. То есть, из этого мы делаем такой вывод, чем более для меня эта вещь важная, чем большее значение я придаю этой вещи, или событию, или человеку, тем больше она может вызвать во мне конфликт. Потому что для меня это очень важно. Допустим, мы говорим человеку, да что ты так расстроился, подумаешь, ну не поняли тебя. Он говорит, да ты не понимаешь, для меня очень важно, чтобы меня понимали. А кто-то говорит, тю, а мне все равно, поняли так, поняли, не поняли. Для меня это не важно, поэтому меня это что? Не цепляет. Это прослеживается, ребята, на всем. Разные люди по-разному реагируют на разные вещи. Это приводит нас к выводу, что чем больше мы значения придаем какой-то вещи, тем больше нас цепляет что-то связанное с ней негативное. Особенно, если мы чему-то придаем прямо избыточную важность. Допустим, к примеру, я директор, Саша работает в моей компании. И он для меня очень важный человек. Прямо на нем вся компания держится. И Саша подходит ко мне и говорит, ты знаешь, я решил перейти в другую компанию. И у меня прямо катастрофа. Я говорю, Саша, ты что? Да я тебя этими руками поднял, вскормил. Я тебя породил, я тебя вбью. То есть между нами конфликт. Почему? Потому что у меня такое, а как же я без Саши? Я без Саши пропаду. Саша для меня такой важный. Чем более он для меня важный, тем больше конфликт у меня с ним будет. Если он хочет, допустим, начать свой бизнес или начать работать самостоятельно. Почему? Почему, если, допустим, кто-то другой уходит, я легко отпускаю. Я говорю, ну, пускай, пускай, Бог благословит, отпустил, поддержал еще, может. А Сашу я не отпущу, да я там все палки в колеса вставлю, да я вообще там ему все резюме испорчу. Да, это, кстати, проблема. Это значит, что... Хорошо, как правильнее было бы в этом случае отреагировать, да, допустим. Если мы, как бы, я просто специально не касаюсь особо духовных ситуаций, да. Удет Саша, придет другой. Да нету незаменимых людей. Да, Саша важный для меня человек, да. Если не получилось у тебя, вернешься обратно. Конечно, конечно. Допустим, если мы говорим о переходах или уходах из церкви, да, это важная вещь. Я специально привел такой нейтральный пример, там, работа или что-то еще, да. Если, допустим, это духовная ситуация, и это очень важно, и мы учим в церквях, что это важно. Нельзя просто самому выбирать себе место в теле, да, и прочее, прочее. Множество библейских текстов об этом говорит. Допустим, Саша подошел ко мне и говорит, Эдин, я хочу перейти в другую церковь. Вот я молился, я вот искал, я вот чувствую, что мне надо пойти в другую церковь. Я спрашиваю Саша, ты уверен? Саша говорит, да, я уверен. Я спрашиваю Сашу, а что придает тебе уверенности, да? Ну, смотрите, если я уже огорчился, я начну, и Саша начнет чувствовать, что я начинаю его как бы склонять. Поэтому я контролирую свое сердце, чтобы не огорчиться. Саша имеет право. Саша свободный человек, он мне ничего не должен. Пускай, да, Саша важный лидер, но Саша, я же не на Саше за церковь держаться, правда? То есть, если Саша уйдет, Бог даст другого человека. Это не страшно, я не боюсь потерять Сашу, да? Но для меня важно, я все-таки отвечаю перед Богом за Сашу. Я спрашиваю Саша, почему ты решил? Что сделало тебя таким уверенным? Саша говорит, ты знаешь, ну мне вот снится сон, в общем. Я такой иду, и тут раз собачка вылетает такая. И так, аф, аф, аф. Я говорю, о боже, что это? А он говорит, это значит, перейди в другую церковь. Извините за такое абсурдное, абсурдное. Но это первое, что в голову взбрюл. Я, короче, выслушал Сашу, и говорю, Саша, ну ты понимаешь, я уважаю твое мнение, конечно, и не проблема. Я за то, чтобы ты шел и развивался, и шел за Богом дальше. Но для меня это не то, на чем можно принять такое серьезное решение. А Саша говорит, ты знаешь, я уверен на 100%, что это аф, 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 было вот, переходи в другую церковь. Буквально так и звучало. И потом еще задрал вот так лапку и показал на вот эту. Ну, была же ослица в Библии, пророчествовала же, знаешь, а чего собачка не может, знаете. В таком случае, к примеру, понимаете, если Саша в это верит, а я в это не верю, как мне себя повести? Значит, Сашу переубеждать, что-то ему навязывать, да, или вставить ему запреты. Имею право. Павел говорит, запрещай, так же? Ну, я, допустим, говорю, Саш, ты знаешь, для меня, лично я, не принял бы такое решение на основании вот такого именно откровения. Может быть, ты подождешь, помолись еще. Это серьезно. Саша говорит, нет, вот я решил все. Я говорю, тогда я тебя отпускаю с миром, я не могу тебя благословить, я тебя в этом решении не поддерживаю, но я свободно отпускаю тебя, так как ты свободный человек, имеешь полное право двигаться туда, по что ты веришь. Нормально это? Я сказал, я честно сказал свое мнение, сказал, ну, слава Богу, иди, пускай Бог благословляет, понимая, что Саша реально гонит. А если я знаю, допустим, что человек в обиде, что он в бунте, и Бог его побуждает начать новое служение, или там перейти в какую-то церковь и там изменить эту церковь, я понимаю, что с человеку самому у него куча проблем. Бывают и такие случаи, правда? То есть я могу его отпустить с миром, но могу его не поддерживать, но у меня нету с ним конфликта, не должно быть, правда? Но очень часто, вернемся к теме, очень часто именно причиной конфликта является вещь, когда к чему-то мы придаем очень большое значение. Я, допустим, как зовут Наташа? Допустим, не дай Бог, Наташа потеряла свою сумочку, и все, у нее истерика. Как я без этой сумочки? Бывают мы истерим из-за вообще мелочей, так же? То есть как я без этого? Чем больше мы значение чему-то придаем, тем больше конфликт у нас вызывает потеря чего-то. Какой выход из этой ситуации? А, это ты о сумочке. Я понял. А что вообще, ребята? Просто такой вопрос. А что вообще важно, по сути? Что вообще важно? Вот, допустим, ты говоришь мир сохранить, да? То есть вот мир превыше всего. У меня есть всегда выбор, да? Что для меня дороже, мир или сумочка? Телефон. Как бы сдвиг Саши, который там решил куда-то перейти. Что для меня дороже? Потеря Саши или потеря мира? Конечно, для меня мир дороже. Поэтому, ну и что, что сумочка потерялась? Найдем другую сумочку, не страшно. Мир дороже всего, да? Что для нас ценнее? И то, чему мы придаем большую важность, чем больше мы этому важность придаем, тем сложнее нам пережить утрату или нестыковку каких-то вещей. Поэтому мы должны следить за тем, что по-настоящему важно в нашей жизни. И таких вещей должно быть не больше, чем пальцев на этой руке. То, что по-настоящему для меня важно, все остальное ерунда. Буквально вот так. Это должно стать стилем жизни. Ничего страшного не имеет значения. А вот эти вещи, они действительно важные. Поверьте, важных вещей в нашей жизни не больше, чем пальцев на руке. Все остальное второстепенно, трестистепенно. И вообще ерунда, не стоящая нашего внимания. А особенно конфликта, потери мира, расстройства и раздраженности. Правда? Да. Например, Алиса, можешь привести, к примеру, для нас пример чего-то для тебя лично важного? Семья. То есть, то, что связано с семьей, да? Это важно для тебя. А что именно? Взаимоотношения в семье. Я как бы специально задаю такие вопросы, потому что, смотрите, даже в важной сфере у нас очень много второстепенных и третестепенных вещей, которые нам нужно уметь отсеивать. А что именно под словом взаимоотношения для тебя важно? Извините за мою придирчивость. На самом деле, в некоторых случаях важно. Допустим, человек говорит, для меня очень важна моя работа. К примеру, да? А что именно в работе для тебя важно? Взаимоотношения в коллективе. А что именно? Когда человек это все отсеивает, отсеивает, отсеивает эту шелуху. На самом деле, он понимает, что самое важное – это вот это. Все остальное – это шелуха. Потому что даже если мы выбираем такую сферу, как семья, взаимоотношения в семье, это тоже очень размыто. И, допустим, под словом взаимоотношения в семье может подразумеваться что-то, что может не получиться, но это не значит, что все нарушилось. То есть, да, второстепенное что-то не получилось. Это как бы отсеивание второстепенное от главного. А таких главных вещей даже во взаимоотношениях в семье может быть одна или две. То же самое с Богом связано. То же самое связано с сослужением. То же самое связано с работой. На самом деле всего важных вещей у нас очень мало. И вот за этим мы должны следить и очень скрупулезно хранить это. И в хорошем смысле болезненно реагировать, если там что-то не так. И бить тревогу, и бороться. А все остальное, да, не страшно, подумаешь, сильное мне дело. Не страшно, не имеет большого значения. Правда? То есть, если мы этому научимся, потому что люди настолько второстепенных вещей на свою жизнь берут, столько берут ненужных им проблем, которые они сами для себя делают важными, из этого страдают. А некоторые, кстати, проблемы, они специально навязываются нам как важные системой массовой информации, службой массовой информации, другими какими-то вещами. Они нам диктуются как важные. А на самом деле, какое мне дело вообще до этого? Оно меня касается. Мне оно нужно. Для меня оно что важно? Понимаете? Чтобы я из-за этого терял свой мир или свою радость. Я не говорю, что мы должны стать безразличными. Но мы должны уметь отсеивать неважные вещи. И не позволять им занимать главное место в нашей жизни, вытесняя действительно важные вещи. Да, пожалуйста. Можно вопрос. Вы имеете в виду важные вещи, это там, где мы имеем ответственность? Не обязательно. Человек может взять на себя ответственность в том, что вообще к нему никакого отношения не имеет. Это он сам взял. А от Бога есть ответственность у нас. Ну, хорошо. Какая у тебя перед Богом ответственность? Лично у тебя. Здоровье, заботиться о себе. Поддерживать с ним отношения. Если у меня есть служение, я несу ответственность, я должна к этому ответственного отношения. Хорошо, давай оставим служение. В чем конкретно твоя ответственность перед Богом в твоем служении? Спасение мира. Что именно? Сияние славы, горение огня на жертвеннике. Что именно? На самом деле, если мы разберемся и отсеем все, за что буквально мы прямо перед Богом не отвечаем, у нас останется перед Богом одна-две вещи, за которые мы действительно отвечаем. Если, допустим, я лидер домашней группы, есть некоторые вещи, за которые я отвечаю перед Богом. Все остальное, другие домашние группы, церковь в целом, жизнь пастора, личные отношения лидера прославления, какие они песни поют, как стучит барабан, меня вообще не касается. Это вообще не мое дело. Есть, кстати, у Бродского такие строки. Лучше в чужие влезать дела, коль в своих нам не разобраться. Вот люди, вместо того, чтобы решать проблемы, которые действительно их и важные, они лезут непонятно куда. То есть, если я лидер домашней группы, я отвечаю за этих троих людей. Раз, два, три. Это люди, за которых я отвечаю. Я уже не отвечаю за них. Это значит ли, что они мне безразличные? Нет. Но мне не надо рвать сердце, допустим, за Стаса, если Стас член твоей домашней группы. Правда? То есть, уметь это отсеивать. Потому что настолько порой на нас наваливают люди, сознательно, несознательно, новости, наваливают на нас вещей и проблем, которые вообще прямо к нам никакого отношения не имеют. И мы болеем за все. За всех. Мы пытаемся в себе решить проблемы всего мира. И это нас просто уводит и отвлекает, и мы растрачиваем себя на что-то, к нам вообще никакого отношения не имеющее. Вместо того, чтобы заниматься спокойно своим делом, хранить свое сердце в мире. То есть, если мы рассмотрим страхи наши и тревоги, мы увидим, что из этих всех страхов и тревог только одна по-настоящему, с которой мы можем прийти к Богу. И Он на нее отреагирует. Все остальное, это вообще Бог говорит, слушай, тебя это вообще не касается. Я тебе что говорил это? Я тебе это поручал. Чего ты туда лезешь? Понимаете? На самом деле, таких вещей, важных от Бога в нашей жизни, очень-очень немного. И порой это вещи, на которые нам просто не хватает сил и времени, потому что мы заняты решением всех других проблем, кроме этих. Нас перерыв, 10 минут.